Кадры общения с группами, которые вы увидите в этом ролике, были сняты в разное время. Некоторые беседы были записаны еще до выхода их альбома New School, в котором Валдвейс перешли на русский язык. Отлично. Следующая команда, она тоже сейчас такая, ну, в топах тяжелой музыки Валдвейс, где тоже приходил Толик. Я вот с Толиком видался на «Зените» недавно, вот, а пластинку, пластинку я не слушал последнюю, я только один клип видел их, по-моему, называется «Страх». Как раз тоже к разговору о всяких таких революционных делах, музыке. Отличные ребята, что могу сказать, просто меня очень бодрит, что люди занимаются музыкой, вкладывают туда свое время, душу, творчество и стараются максимально делать это качественно, вот, что тут сказать. Продолжайте в том же духе. Я слышал, ну, неоднократно сравнение, когда про группу Валдвейс говорили, ну, как про вас лет 10 назад, что, типа, кем вы были лет 10 назад, тем примерно сейчас они являются. Ну, что ж сказать, на российском рынке действительно не особо много выбора, поэтому сравнивать, как говорится, по пальцам можно. Поэтому, в общем-то, неудивительно. Другое дело, если бы их сравнили с какими-то американскими группами или финскими, например. Слушай, у них же в клипе есть постер нашего тура 2007 года, в каком-то, то есть они признавались много раз, что фанатели, поэтому это совершенно нормально. Хорошо, брянская группа сейчас вполне неплохо у них в дела, Валдвейс. Да, я был на концерте, кстати, на презентухе, и мне тоже очень нравится. Единственный, скажем так, минус, ну, который для меня минус, это то, что они поют на английском. Мне кажется, если бы они пили... Резы, кстати, тоже самое сказали, правильно. Если бы они пили все на русском, я понимаю, что русский, он сложнее, да, сложнее что-то сказать такое грамотное, но я думаю, что у них еще все впереди. Они же делают шаги в эту сторону у них. Да, они уже делают шаги, и мне кажется, у них все впереди, они молодцы. Вот, и очень круто, что кто-то наступает нам на пятки, это очень охуенно, потому что уже столько лет не было никого, да, кто вот эту тусовку может там как-то шевелить. Шевелить, да. Вот, и я считаю, что это очень здорово, и пусть ребята больше думают в эту сторону, и у них все получится вообще. Я только за, мне все нравится. Да, ну я только за, я вообще за любой движ. Вообще, касательно Валдвейс, мне кажется, что вот у них сейчас на самом деле это очень классно, это очень важный момент на самом деле, потому что с момента первых там их треков и первого альбома, когда, ну, они пытались делать, ну, качественный продукт, они его, ну, собственно, делали, но очень много было некого такого, ну, вот, знаешь, западного некого, ну, подражания, и сейчас начинает некое вот это вот... Нащупываться. Нащупываться некая изюминка, типа вот, вот ты начинаешь вот потихонечку вот прочувствовать, что это за пацаны, вот кто они. То есть начинается вот, вот некое их, на самом деле, вот это естество, типа, проглядывать, типа, и вот это классно, и вот это на самом деле очень главное, типа. То есть, ну, начинается уже не какое-то просто, там, копирование, подражание, то есть начинается вот... И еще одна группа, которую я у тебя увидел и был удивлен, группа Брянской Валдвейс. Да, ну, меня заинтересовало это явление, и, видимо, я решила ознакомиться поплотнее. Немножко не мое, конечно, это все. Окей, следующая команда как раз-таки, ну, более молодая, но достаточно сейчас успешная, как мне кажется, группа называется Валдвейс Брянская. Валдвейс вообще, как бы, мы давно, мы еще когда-то сара из Майти, мы захотели на наши гиги под какие-то молодые группы, под, я не знаю, звать. В общем, мы с ними, в принципе, подружились. Толик даже в какое-то время делал нам мерч дизайн, ну, он дизайнер, неплохой, как бы, я с ним вот по каким-то деловым путям общаюсь. Вообще, мне нравится, что они, ну, целеустремленные, делают свое дело, развивают свой стиль, записываются в Штатах. Ну, то есть, и группа, по сути, из провинции, они столько всего добились, поэтому... Они вообще супер молодцы, они сейчас очень много собирают людей и снимают прикольные видосы, и очень клево звучат. Ну, то есть, они работают, это реально профессиональная, крутая группа. Да, мы желаем им очень больших успехов и двигаться дальше, не останавливаясь. Да, и побольше песен на русском языке. Они вкрапляют фразочки там, да? Хорош, да, мне тоже нравится. Мне, не то, что нравится Wild Ways, мне, наверное, больше нравилось старое Airs MIT, но к парням круто отношусь. И вообще, мне кажется, тут пример, возможно, даже для нового поколения еще ярче, чем Аматори, как можно за два года, там, прийти от каких-то рисковых шагов до солд-аутов и всему. Реально, чуваки, респект, но слава России, как бы, говори на русском или умирай. Окей, сегодня вот тоже через пару часов будут играть ребята из брянской группы Wild Ways. Я не слышала, и нас тут не будет, к сожалению. Мы уже... Знаешь команду эту, да? Нет, нет, не слышала о них, нет. Как называется сейчас? Wild Ways. Wild Ways. Я послушаю обязательно. Я думаю, тебе должно понравиться. Да, я найду в интернете. Давай тогда следующей команды Wild Ways, поскольку ты... Wild Ways тоже наши друзья. Есть пара участников еще осталось, да, сейчас? Нет, он парни. Клевые чуваки. Один из них сейчас с вами сидел барабанщик «Премерки». Не могу сказать, что я прям такой знаток творчества. Ну, то есть я какие-то... Ну, ребята, если вы серьезный шаг сделали, перешли с английского на русскоязычное исполнение. Это очень серьезный шаг, когда у тебя очень долгое творчество начинаешь еще с Сары Вэр из Матти, да, по-моему? Вот. И тот раз, типа, и вдруг... Ну, они начинали сначала фразочками пытались. Да, да, да. И это достаточно... Ну, бачишь, мы качаем зал, да, или... Ну, это твое очко, да? Да, наш любимый трек. Спасибо за просмотр. Ваше мнение о Wild Ways мне тоже интересно. С удовольствием посчитаю его в комментариях. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok